итак друзья проблема очень легко на самом деле мониторится когда у вас начинаются такие шумы или непонятные какие-то биения и так далее проверить это можно элементарно вставляете руку снизу барабан и вот этот люфт это символ того что у вас точно произошла проблема с подшипником и между прочим пару дней назад она еще более-менее звучало по-нормальному сейчас это уже прям беда все вердикт менять точно менять оба подшипника сальник все это дело смазывать созвонился со своим зятем он у меня в сервисе работает по ремонту техники вот и говорю смогу ли я сам он такой ну дэн если ты дом построил то точно сам все сможешь собрать поэтому я вот так смело к этому вопросу и подхожу понимаю что сегодня наверное у меня уйдет весь день на это мероприятие скорее всего все получится заодно проверим все амортизаторы проверим все проверим смотрите будет интересно так все поехали первым делом мы сдергиваем защитное кольцо и вон до снять так но на кружинке все без проблем теперь надо отсоединить от воды и отсоединить от электропитания по идее я должен был сделать это первым шуруповерт сейчас понадобится кстати братцы еще много раз вы увидите сегодня я взял целую серию бесщеточных шуруповертов деку обалденная штука это гайковерт это шуруповерт дорого но круто реально крутая штука уже несколько раз выручила в работе сегодня ими я буду работать а вы все увидите так снимаем борт контрол снимаем подачу порошка все нужно сейчас разобрать максимально нам нужно будет добраться до барабана и барабан собственно тоже выдернуть хорошо что этот барабан разбираем и видим по болтам поэтому легко можем обслужить сами единственно что придется разобрать конечно же все но что поделаешь это самая сложная из процедур по ремонту стиральных машин разбираем все до основания главное друзья чтобы не осталось потом лишних деталей это важно убраться ничего сложного главное потом найти все разъемы обратно все залито смотрите вкуснятиной борт контрол одна и самую главную штукенцию во всей стиральной машине что хочу сказать пока что то получается это уже хорошо разбирать как говорится не строить или ломать не строить ломать не строить не буду снимать вот такой завалил и проблема решена а сколько сколько там красоты внутри дальше парни нужны перчатки расстегнули об сняли все разъемы отстегиваем это очень важно резинка вон там осталось тело вот так вот так и вот так хоп все ну что друзья мы плавно подбираемся к самому главному так теперь мне нужен болтоверт головы на 13 то что надо снимаем все утяжелители теперь по кругу это нам сейчас не нужно вот так ухаки тяжелые если честно никогда в жизни не страдал вообще вот какими-то изысками по болтоверт там каким-то шуруповертом и так далее но ребята настолько упрощает жизнь я даже не представлял это что это может быть настолько легко работать когда у тебя хорошее оборудование не нужны никакие трещалки взял болтовертик и вперед теперь надо снять это с амортизаторов и снять это с пружин но прежде надо снять сливную горловину и скорее всего в ней вода да в ней вода поэтому нужно приготовить ведро и тут у меня сейчас два варианта либо я подкладываю тряпку и выливают на тряпку либо подкладываю противень и выливаю на противень попробуем пойти путем противень так сначала так теперь мне нужен вот этот момент эту воду мы сливаем о сколько воды да хорошо что противень подложил снимаем вот это узкогубцы скинули все сняли так это снято это снято по сути сейчас наша задача освободить все полностью от того чтобы барабан ничто не держала и потом мы его скинем открутил сначала амортизаторы потом открутим пружины все амортизаторы скрутил выдергивает аккуратно амортизаторы сразу проверяют да амортизаторы хорошие в принципе это машинки всего этой пять лет просто сейчас так делаю что подшипники почему-то помираю очень рано ответьте мне пожалуйста друзья почему так происходит братцы когда-то мне кто-то говорил денис это прочь но я не делаю в подвале потому что сыро мокро холодно я уже весь мокрый жара нереальная так скинули с амортизаторов я их проверил смотрите прям видно что все классно работает то есть они еще живые и хорошие все пружинки скидываю вытаскиваю барабан на самом деле я считаю что это дело уже за мало подставляем руку в барабан и выдергиваем теперь надо очень аккуратно его отсюда извлечь чтобы ничто не пострадало не очень сподручно делать одного есть еще браться один косячок который денис не учел барабан не очень хорошо выходит потому что не сняты клейма мотора сейчас я немножко шлею расслабил и теперь надо их скинуть наверное правильно было открутить его там под низом когда я находился просто знаете что если с хорошим настроением резко все это дернуть то все провода придется потом наращивать но хомуты у меня есть потом поэтому так и отстригу так а здесь надо пометить земля минус и плюс теперь очень аккуратно скидываю шлею она нам пока не нужна все и убрали теперь скидываем мотор он тоже пока не нужен все мотор сняли класс пока его отложу начинаем разбирать барабан так колесо кстати друзья и о чем я и говорил чего мы ждали смотрите колесо теперь мы берем барабан заходи сюда снимайся с нами на видео все вот так самый оптимальный вариант так начинаем разбирать и мне нужен и мне нужен на 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 вот настолько болтоверт он вообще я просто джейн я в восторге от этой техники скручивает легко любые головы в комплекте вон есть так что поставил любую голову и он сбивает то есть не надо крутить долго все прелесть это болтоверт это то же самое что машину нам снимает смотреть как нам машины скручивают колеса трещотка этой как раз выбивает болты и дает ему то есть если болт сидит крепко он выдергивает следующее движение братца берем переворачиваем его наоборот вот для чего нужно было ты думала что ты делаешь бесполезную работу колесо а это самое главное и ты ругалась на меня греша отправил меня на мусорку колеса искать все теперь мы скручиваем барабан по периметру для этого мы ставим головку на 10 как вовремя мне пришел тут болтоверт я просто доволен это это что-то с чем-то же не это не точно но если что ищи пока сервис самсунга я не пол машинки разобрал я всю машинку разобрал ты сейчас увидишь какая-то внутри грязь и ты поймешь что колгон это то что надо всегда использовать а теперь святая святых смотрите парни и девчонки парни смотрите как дело девчонки смотрите как мужьям говорить а еще парни смотрите как джон заставлять использовать колгон какая чистая внутри да и какая она грязная снаружи нам надо вот этот вот вот они видишь вот они люфтят вот эти подшипники их надо выбить у нас есть болт родной его мы убираем вкручиваем сюда шпильку или какой-нибудь другой был для того чтобы нам сейчас выбить металлический барабан но бить по шкиву по самому не стоит это друзья неправильно потому что вы можете его тупо погнуть поэтому будем бить по шпильке ну или по болту то есть это ваше решение сейчас надо будет кому-то вот так же не подержать а кто-то будет долбить по нему все убираем металлический барабан нет нет пластмасску вернее обратно с ней у меня сама работа часа будет происходить сейчас задача у меня выбить два подшипника и они все выбиваются в наружу и внутрь приближаемся к самому интересному как говорится я взял диков скую эту штуку и начинаем потихонечку все минус один подшипник и минус стиральная машина страшно теперь же ну у тебя же муж на все руки ты чё мастер фломастер теперь этот сальник тоже надо изъять отсюда но мы его из иным простым путем мы его тоже выбьем вместе с подшипником вообще не идет что-то пошло не так сейчас мы все равно помучаем и выбьем у нас вариантов нет уже да уже нет помолясь долбим есть что-то сломалась что не знаю представляете мы разобрали всю стиральную машину чтобы заменить две штучки но вот этот похоже на то что это развалился да вот он вот люфт этот вообще новый не джейн давай поставим новое все поступило предложение как рекламе тайда знаете эту сторону мы обработаем чистящим средством это не будем трогать мы решили сейчас половину протерли половину то что тут реально уже не добраться мы сейчас просто это проработаем как называется мойка высокого давления слава богу дениска ее приобрел на днях погнали нам осталось только барабан почистить до больше ничего не надо но все тогда пойдем доставай маечку и сам байкой друзья как и обычно все новые свои приобретения я оставляю ссылки под видео поэтому там все есть так смотрите что было приобретено для этих работ два подшипника те которые мы сейчас выбивали мы по сути взяли новые смазка продается в таком шприце и для того чтобы сейчас смазать саленблоки смазать подшипники смазать посадочное место так все я проверил внутри максимально сухо теперь нужно немножечко нанести на подшипник но больше даже не на подшипник большего сейчас нанесем сюда во внутреннюю часть чтобы он хорошо зашел и также хорошо зашел саленблок не саленблок у называется называется сальник по привычке называя неправильно теперь чтобы его туда запрессовать мы берем старый подшипник берем молоток дома шикарно дома и шикарно теперь сальник сальничек сальничек он часу сюда у нас станет кто-то кстати рассказывал мне друзья что эти сальники нужно проходить супер клеем вот здесь ну как мне сказали в сервисе ничего не нужно смазывать никаким супер клеем сюда можно немножко добавить еще добавить еще сюда лучше даже вот на подшипник это все дело уложить потому что подшипник у нас должен быть максимально защищен и внутри так помажем все и теперь его аккуратненько сюда впрессовываем все и это парни на века с этой стороной мы закончили теперь переворачиваем так и эта сторона влаги не должно быть вообще поэтому еще раз протру здесь хорошенько везде промажем тут хорошенько все промажем чтобы сейчас хорошо все зашло теперь заколачивая да вот такого стука который уже глухой до этого стука мы колотим следующее движение будет это нужно одеть нам назад наш металлический барабан короче вы поняли да что колесо это очень важная часть данного ремонта техники так теперь одеваем его сверху все барабан вставили сейчас начинается у нас обратная сборка далее мы одеваем да точно не было вот так все и поехали знаете что думаю прежде чем нам устанавливать крышку я хочу на всякий случай зайти сюда герметиком может быть это не нужно делать но я хочу я использую простой силиконовый универсальный белый герметик ничего плохого в этом не будет все герметиком прошли теперь одеваем барабан переворот на десятку и поехали сейчас я должен навешать это все на пружины пока на пружины распружина и вот на второе все отлично и я тут что увидел я могу просто взять сейчас аккуратно развернуть спинку открутите ее и там очень легко подцепить всю эту косу которую мы обсуждали с вами то есть не лазить там мучиться как-то а я подцеплю через спину там открывается поэтому я сейчас могу ставить амортизаторы и ставить противовесы вот он амортизатор вот так хоп и все и одеваем на место вот теперь берем болтоверт и и таким же образом болтовертом аккуратненько с удлинителем пристегнули смотрите вообще тишина и спокойствие дальше что у нас шло по планам мы сейчас ставим все резинки подключаем их на место давай давай лезь все дома теперь надо взять вот эту штуку вопрос у меня вот какой не знаете ли вы случайно друзья мои сколько стоит такой ремонт женя у меня сказала что тысяч пять это минимум потому что я бы дешевле делать не стала отмыть барабан отмыть все эти борта все теперь надо вот эту резинку там аккуратненько загнать резинка на месте это все на месте все резинки на месте это на месте все отлично оденем сюда сначала противовеса минус хорошо что я промаркировал но с другой стороны смысла в этом особого не было потому что все здесь интуитивно подходит друг другу так и последний этот контакт он одевается вот сюда теперь нужно вставить вот эту красоту обратно и хорошенько затянуть так но прелесть все закрыли здесь все держится все хорошо до сих пор заводскую пленку не стали теперь вот такая вот штукенция еще а вот теперь самое интересное то что я вообще не помню коса коса пытаемся ее а так тут все просто тут по-другому никак давайте-ка я вам даже покажу бы а парня чтобы он интереснее было по-другому не прицепишь это сюда это сюда вот это куда это вот сюда тут интуитивно все понятно короче и вот остался проводочек который у нас идет вот сюда вот и остался вот этот последний который тоже идет вот сюда ху вообще все элементарно проверяем на всякий пожарный все соединения все ставим голову на место голова на месте а коса на улице зачем это сказал бред какой-то ну как оказалось ничего в этом сложного то вообще и нет любой сто процентов это сделает сейчас главное чтобы она заработала и спинка так как я использовал в своем изделии герметик поэтому давайте два часа дадим на всякий случай машинке отстояться и через два часа мы и проверим на работоспособность и я хоть немного это остыну я весь вспотевший капец жара тут нереально мне кажется экономия на лицо не знаю сколько напишите как вы считаете ну тысяч пять мне кажется точно в итоге у нас получилось что вроде ничего не гудит люфта нет я думаю пора проверять тем более что два часа уже прошло жень ну давай чтобы проверить мы сейчас что-то заправим или ты хочешь просто включить на отжим а еще стоп-стоп-стоп-стоп-стоп друзья еще как всегда у дениса остаются лишние запчасти остался вот такой болтик но по моему я об этом уже говорил и осталась такая штука созвонился сервис спросил что это может быть мне сказали что единственное что это могло быть это где-то в закрывашки но вообще такое никто не помнит чтобы когда-то такие детали встречались поэтому скорее всего это что-то вообще нет машинки так ты сейчас включаешь просто отжим и посмотреть как она будет давай с водой чтобы посмотреть будет ли лужа под ней давай сейчас чем заполняется воды добавляешь ли ты средства для как называется для антинаки при каждой стирке просто народе именуемый колгон вы все еще кипятить и тогда мы идем к вам чем вода наливается вообще да ну наверно такая начинается все равно знаешь барабан как-то играет ну звука нет вообще я в начале фильма показывал ребятам какой был гул слышите это просто она орет как не знаю что слышите что творится подшипнику капец надо его поменять и тут говорить было невозможно во время этого гула тут просто орала все и только не нравится что она немножко сбыл дисбаланс имеет хотя там не сейчас белья вот все равно я понимаю что видос возможно сейчас не относится к стройке нашего дома но он относится к нашему дому непосредственно и поэтому я считаю что эта тема заходит для того чтобы ее на канале выложить и думаю что она кому-то пригодится многие как и я в частности до недавнего времени реально боялись подойти к машинке для того чтобы там перебрать ее что-то там изменить поремонтировать на самом деле там ничего сложного нет совершенно имея набор ключей шуруповерт и ровные руки можно все это очень легко отремонтировать все я рад был вас видеть до скорой встречи увидимся с вами буквально через пару дней все пока пока